Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 16 главе книги пророка Исаии. В 16 главе, собственно, проповедь о Моаве, которая началась только поэтической экспозиции, в 16 главе эта проповедь продолжается и, в общем, нечто содержательное говорится о том, почему именно такая судьба постигнет Моав. Продолжая плачь о Моаве, Исаия говорит, посылайте агнцев владетелю земли, подобно птицы, выброшенные из гнезда дочери Моава. Вот он уподобляет Моав, дочерей Моава, в частности, абсолютно потерянным людям, потерянным, птицы, выброшенные из гнезда. И вдруг совершенно потрясающе, абсолютно неожиданно, прямо кто бы мог подумать, он обращается к израильтянам, к израильтянам и говорит, пусть поживут у тебя изгнанные Моавитяне, будь им покровом от грабителя. Постанови такое решение, и да утвердится престол милостью, и вас сядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Вот те раз. Исайя говорит о том, что пусть на престоле Давида сядет судья, ищущий правды. В предыдущих главах мы видели, что речь идет о помазаннике, жезл искорения Исеева, почиет на нем дух Господень, дух совета и крепости, и будет судить народы по правде. Вот судья, ищущий правды, престол, утверждающийся Божий. Чем он утверждается? Не тем, чтобы добить Моавитян в их бедствии, а тем, чтобы укрыть их, будь им покровом, изгнанным Моавитяном. И это, заметьте, общая штука. Общая штука. Потому что, скажем, к Вавилонинам по отношению к пленному Израилю предъявляется ровно то же самое требование. Вот у тебя оказались беженцы, несчастные из разрушенной погибшей страны, и эта страна погибла по-правильному за свои грехи. Она заслужила это, но ты окажи милость. Тебе это дается не для злорадства, не для того, чтобы потирать руки и говорить, вот Моав, доигрался, отольются кошки, мышкины слезки. Нет. Пусть поживут у тебя мои изгнанные Моавитяне, говорит Бог Израилю, говорит Бог царю из династии Давида. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной надменности, высокомерия и неевстости его». Это как бы реплика израильтян в ответ на этот призыв Божий. И снова Бог отвечает и говорит, ну вот, да, и поэтому Моав будет рыдать о Моаве, все будут рыдать, но ты, ты присоединись к этой скорби, пожалей. Посему и я буду плакать о лозе сиамской, и дальше оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое кирхарешетя. И как это иногда бывает в пророческих писаниях, пророк, народ и Бог сливаются до некоторой степени в образе, в едином таком образе того, кто плачет о Моаве, чья внутренность стонет. Моав недружественная Израилю страна, мягко говоря, но вот ты видишь чужое несчастье, и твоя задача пожалеть. Твоя задача пожалеть. Даже при том, что несчастье постигло эту страну справедливо за высокомерие, надменность и так далее. Потому что они достигали до Иазера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, властители народа истребили лучшие лозы его. Вот для Израиля это повод для помилования, для того, чтобы пожалеть, для того, чтобы проявить сострадание. Совершенно неожиданный поворот. Потому что, конечно, нам кажется, что должно быть не так, что получили по заслугам. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве. Они будут там на своих высотах, дурака валять, грубо говоря, до посинения, до утомления будут подвязаться на высотах. Это все ничто. Но моя внутренность стонет о Моаве. Все равно читатель, слушатель пророка призван пожалеть этот самый Моав, чье величие будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет малый и незначительный. Очень поучительный способ относиться к историческим катастрофам, свидетелями которых мы являемся. Они чаще всего заслуженные. И, конечно, нравственный облик всех тех, кто становится жертвами этих исторических катастроф, этот нравственный облик, наверное, оставляет желать лучшего. Но мы не об этом судить призваны, а призваны оказать милосердие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok